Суп тут стоит евро 30, либо евро 50 со шпинатом, евро 50 без шпината, евро 30 обычный супчик. Может, не стоит? Второй пробок. Мало ли в Португалии Педро. Здравствуйте, я Наталья Дуброва. Привет, а я Татьяна Комарова. Почему-то, когда говорят о Португалии, сразу приходят на ум Лиссабон. Почему-то все едут в Лиссабон. Хотя есть не менее прекрасный город Порту. Если вы уже оказались в Португалии, в Лиссабоне, ну или вообще в Европе, обязательно слетайте в Порту. И в этом видео мы найдем вам вот 5 причин, по меньшей мере 5 причин поехать в Порту. Первая причина, мне кажется, одна из самых важных. Мы летели из Лиссабона в Порту за 10 евро всего лишь. Недорого. Очень, мягко сказать, недорого. Мы летели авиакомпанией Rail & Air. Нас спрашивали в комментариях, почему мы не ехали, допустим, автобусом. Ну, во-первых, автобусом это 20 евро. Начнем с этого. Ну, типа автобусом же быстрее, потому что тратится время на дорогу в аэропорт. Получается одно на одно. Одинаково, но у нас получилось, что это в 2 раза дешевле. Вот поэтому мы и летели самолетом. В 2 раза дешевле. А если вы поедете автобусом, вы потратите 3,5 часа. Если летите самолетом, это 50 минут плюс дорога из аэропортов. И получается те же, по сути дела, 3 часа. И в Лиссабоне, и в Порту можно добраться в город на метро. Метро прямо в аэропорту. Тоже очень удобно. Не нужно никакого дополнительного транспорта. И, в принципе, из любого города в Европу, может быть, не за 10 евро, но тоже можно найти за 15, за 20, за 18 евро. Тоже можно очень недорого слетать в Порту. Да, и мы вам очень, очень рекомендуем. Сейчас появится почему. Вторая причина. Ну, кроме того, что Порту прекрасный, незабываемый, очень красивый, там можно еще и жить недорого и смотреть, и любоваться всей этой красотой. У нас был недорогой отель. Вот сколько он нам обошелся точно? 20 евро в сутки на человека. Причем у нас отель был в самом центре. Хорошо. Пахнет хорошо. Солнце даже показалось, что свет горит в нашем номере. Пахнет батареи почему-то тут днем. Ну, вот странная такая особенность. Вечерки мне почему-то выключают, а днем как-то жарко. Жарище просто. Вам абсолютно не нужны почему-то пахнет батареи. Ну, то есть, площадь Либердады сколько там она была? Ну, 5 минут ходьбы. 5 минут ходьбы в очень красивом месте, комфортабельный, чистый, прекрасный, светлый отель. Да, то есть, ну, такая цена, мне кажется, для Европы. И, кроме того, о достопримечательности. Вот посмотреть достопримечательности, это тоже оказалось весьма недорого. Двухэтажный туристический автобус на 2 дня, на 2 суток 17 евро. Ребята. Это очень недорого. Вот, может быть, где мы только не были, везде это было значительно дороже. Единственное место, где я была и где это было дешевле, это была тоже Португалия, это была Мадейра. Там 12 евро. Но все равно 12 евро в день. Здесь 15 евро. Если вы берете один день, мне кажется, выгодно брать два. Ну, это место общественного. Потому что один день 15 евро, а даже если вы не хотите слушать экскурсию, можно просто пользоваться местом общественного транспорта. Да. За 17 евро самое то. Ой, кстати, кто не поставил нам лайк, поставьте, пожалуйста, лайк. И кто не подписался, обязательно подпишитесь, потому что мы сейчас беглый обзор на это все рассказываем. А дальше будет это все подробнее и вдумчивее. Да, каждую тему будем очень вдумчиво освещать. Так что подписывайтесь, ставьте лайки и смотрите нас в понедельник и четверг на нас и на прекрасный Порту в ближайшее время. Как мы не сговариваясь, мы вместе говорим. Давно работаем. Не смеемся, что мало ли в Португалии Педро. Вот здравствуйте, я ваша тетя. Сколько в Бразилии Педро, так и в Португалии. Мы шутили, думали, это не Педро. Таким под Педро. В чем еще класс этого туристического автобуса, что на нем можно подъехать к океану. На меня океан произвел просто неизгладимейшее впечатление. Вот одно из самых ярких впечатлений моих португальских. Это величие такое, да, красота? Ну, во-первых, Таня это так впечатлило, потому что это дело было в январе. И там было плюс 20, мне кажется, даже плюс 24. Вот так вот. Купались люди? Купались, серфинг, тепло. Так ты сидишь, вот начало января, ты просто загораешь, тебе жарко просто. Ты раздеваешься, снимаешь куртки. Какая мощь рядом. Ну, океан это всегда впечатление. Ну, и очень вам советую. Потому что в Лиссабоне, вот в самом Лиссабоне, ну, там нужно прилично проехать, чтобы добраться к океану. Здесь это все... Вообще недалеко, даже без туристического автобуса, там на обычном городском автобусе можно до него доехать. Ну, слушать, лебоваться, разговаривать. И ребята, кто плохо считает, мы не очень хорошо считаем, но здесь мы считаем. Это уже третья причина. Смотрите, первое, авиаперелет. Второе, недорогие экскурсии. То, что здесь недорого. И третья причина, это у нас океан. Атлантический причин. Атлантический. Мы вообще, честно сказать, любители поесть, но любители еще поесть недорого и вкусно. Вот Португалия, я считаю, это вкусная и недорогая страна. Суп тут стоит евро 30, либо евро 50 со шпинатом, евро 50, без шпината евро 30, обычный супчик. Шпинатный супчик, оливкового масла сюда положили. Слушай, шпината так вообще немало. На францисине одна курса стоит 6, посмотрим, какой он размер. Мы взяли одну на двоих. Францисине, как он называется. Что это такое? Какой-то томатно-грибной. Мне кажется, тут еще и грибы есть. Когда ножиком порежем, культурно. Ты думаешь, ножками едят? С чем ложечками? Ну, ножками, думают, что это соус. Соус, да? Оно еще с сыром. Наверное, зря от жадности еще супчик заказала. Да, и вот тут много. Тесто. Тесто с сыром. Тесто с сыром, и там много разных мяс. Вкусно? Вкусно. Вкусно. Колбаса, мясо, сосиски, это, по-моему, говорит, говядина. Вот соус, такое ощущение, что грибное еще. Грибное точно. Ну, и вино стоит, бокал вина красного стоит 80 центов. Из-за этого молодого, зеленого вина, как они говорят, стоит 90 центов. То есть, там можно поесть, ну, в принципе, вообще недорого. Можно поесть на 5 евро, да? За копейки. Какие-то нереальные цены. Вот мы зашли в одну кафешку, но она больше столовой, конечно, напоминала. Если ты сидишь за столиком, тебя обслуживают, это еще плюс 50 копеек насчитывают за обслуживание. 50 центов. Ну, 50 центов. А можешь сесть за стоечку и точно так же поесть, но это, по-моему, без 50 центов. Я так тоже поняла, потому что он сначала выставил нам вот это вот все на стойку, а потом обошел и принес. Ну, уже 50 центов. Не, ну, можешь сесть за стол. Да, да, да. Просто удобнее было ходить без этого. Чем с этим? Чем с этим? Мне очень нравится. Ну, такая прикольная столовка. Ну, цены, ну, просто это смешно. 80 центов бокал вина, евро 50 суп, ну, такое, анриал. Мне кажется, что у нас в Киеве же трудно найти такие места, да, где можно так поесть. И за тобой ухаживают, ну, как бы там это все, ну, чистенько, достаточно вкусно. И Португалия везде. Даже вот мы сидели на набережной, в нашем прошлом видео, кстати, кто не видел, ссылочку оставим. Посмотрите, там такое видео. У кого возникают вопросы, где мы работаем, вот там мы рассказываем, где мы работаем. Ой, мы в интересном месте работаем. И вот там мы показываем вот еду на набережной, казалось бы. И тоже... Мы думали, что это будет в пять раз дороже. Ну, может быть, чуть-чуть подороже, но действительно, что чуть-чуть. А так, в принципе, там как-то нет большого разрыва цен. Да-да-да, все как-то бюджетно и все как-то вкусно. И порция, что немаловажно, порции такие, ну, слонячие. Ну, что можно смело порцию на двоих и наешься. Даже вот такие прожорливые девушки, как мы, не побоюсь этого слова, девушки, мы наедались. Наедались. То есть, вот если вы любители вкусно и недорого поесть, то тоже обязательно нужно ехать в Порту. Обязательно. Это четвертая была причина. Четвертая, да. Да, чуть не забыли про выпивку. Еще можно в Порту попробовать легендарный портвейн. Порту – это родина портвейна. В розе не пахнет вообще. Нет, в розе нет. Пахнет виноградом. Сладкая, очень вкусная. Сладкая? Угу. И ощущение, что крепкая достаточно. У некоторых есть ощущение, ну, как бы такое представление, что портвейн – это, пардон, конечно, шмурдяк, чернила и все такое. А вот элитный, настоящий портвейн, такой, какой он должен быть. Ощущение, что он очень крепкая. Да? Я думала, что, может, и не стоит вторую пробу. Ну, не, ну, такое. Вкусно, конечно, но опасный напиток, мне кажется. Да, мне кажется, он не опасный. Вот я себя так утешаю. Причем они бывают разные. Они бывают розовые, белые, красные, коричневые. Можно пойти в музей портвейна, там целую экскурсию тебе проведут. Угостят еще тоже портвейна. Кстати, это входит в стоимость экскурсии вот на этом двухэтажном туристическом автобусе. И там реально элитный портвейн, вот такой, какой он должен быть. Вот я, допустим, не знала, что есть белый портвейн. Есть белый, есть розовый. Да, я, в частности, вообще никогда не была любительницей сладких вин, но вот портвейн из портов меня впечатлил. Если вы хотите купить портвейн, 10, самая маленькая бутылочка, потом 15, ну, такая же маленькая. Вот такая вот бутылочка, 10 евро, как сувенир, мне кажется, очень круто. Да, очень круто. Просто мы не довезем его. Не то, что мы не довезем, у нас же ручная кладка. Да, у нас ручная кладка. Куда мы это денем? Вылокоть тупо. Ну, очень тупо. Если не ручная кладка, мне кажется, шикарный сувенир. Очень хороший сувенир. Ну, за 10 евро, мне кажется, за бест, кому-то привезти вообще. Настоящий портвейн, только упаковывать надо хорошо. Обязательно нужно его попробовать, только ради этого стоит поехать в Порту. Поезжайте, попробуйте. Это дом музыки Порту. Лучший, считается, один из лучших концертных залов мира. В 2005 году построен, неужели является сейчас символом города. А еще в Порту, между прочим, самый красивый книжный магазин в мире. Там Гарри Поттера снимали. Ну, реально оно впечатляет, конечно. Оно как музей. Да, то есть туда очереди стоят, экскурсии. И просто побродить по этому магазину, купить книжки, если вы любите, или почитать. Там, если вы владеете какими-то иностранными языками. Тоже очень красивый такой. А потому что по-русски есть. Мы просто не смотрели, мы просто рты раскрыли и глазели вот на все это. То есть такое вот элитное место, такого просто нигде в мире не увидишь. Ну, это мы сейчас по верхам пробежались. Просто, чтобы вас заинтересовать, чтобы вас убедить, что Порту обязателен для посещения. Вот он стоит того, правда. Потому что это совсем другой город. Это вообще не похоже на Лиссабон. Но это даже, я бы сказала, как другая страна. Он более изысканный, более элитный, как мне кажется. Да, трудно их сравнивать. Это очень два разных города. Но в Порту нужно поехать обязательно. Так что вы смотрите наше видео. Будет очень много подробного и интересных рассказов о Порту. Мы еду расскажем. Подожди, давай еще расскажем, что у нас будет. Расскажем про еду. Расскажем про церкви. Вот там много очень удивительного, непохожего. Расскажем про различные, скажем так, активити. Как это сказать? Действия. Да-да-да-да. Развлекухи, скажем так. Да, развлечения, экскурсии. Экскурсии, океан. Ну, то есть, в Порту можно... Я бы там месяц жила и не соскучилась бы точно. Там прекрасно. Да, и найдем кое-какие нюансы, конечно, недостатки нашего отдыха, как нам показалось. Потому что у нас был особенный отдых, у нас деньги заканчиваются. Ну, в общем, вы смотрите самое главное. Мы им все расскажем. И честно. Все, смотрите наш цикл о Порту. Ну и пока до новых волнующих встреч. До следующего видео. И ярких вам путешествий. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok